1973 вы только вдумайтесь фильм у которой до сих пор смешит нас до коликов в этом году исполняется 43 года а фразы из фильма уже давно стали крылатыми например каждый работник волей неволей приравнивает себя к царям приговаривая у всех трудящихся два выходных дня в неделю мы цари работаем без выходных правда современное поколение смеется над любимым отечественным фильмов а вот история его не знает иван васильевич меняет профессию снят по пьесе михаила булгакова иван васильевич 1936 года об этой работе булгакова многие не знали ведь она при жизни автора не публиковалась ни разу режиссер леонид гайда исправил это несправедливости в 1973 году по мотивам произведения снял свой фильм иван васильевич меняет профессию 1965 ну граждане алкоголики хулиганы-таньяцы кто хочет сегодня поработать еще один бесспорный шедевр ли они догадая история про шурика входит в десятку самых просматриваемых фильмов за всю историю советского кинематографа ну кто не любит этот фильм поднимите руки кто-то же нет таких я вам денежки принес за квартиру за январь вот спасибо хорошо положите на комод 1977 когда становится немножечко грустно надо обязательно включать служебный роман это панацея от любых невзгод и действительно мы уже успели в этом убедиться а вы фильм который никогда не надоест его можно смотреть регулярно и он всегда будет смешным и хорошим фильм который произвел приятное впечатление и усилить хочется не бейте меня по голове это мое больное место это ваше пустое место 1972 совсем недавно была премьера ремейка а зори здесь тихие но переплюнуть успех оригинального фильма так и не получилось поэтому без зазрения совести вносим именно этот фильм в наш список самых любимых отечественных фильмов ты верь лиза обязательно верь может и верно счастье это рядом ходит и придет она к тебе завтра только обратной дороге к нему нет 1971 именно после выхода джентльменов всех нехороших людей стали ласково называть редиской и каждый житель нашей страны и всех постсоветских стран знает эту душераздирающую и безумно смешную историю про интеллигентного и доброго заведующего детским садом трошкина которому дико не повезло он оказался как брат близнец похож на бандита по прозвищу доцент девушка а девушка а как вас зовут таня а меня федя ну и дура 1997 брат один из немногих культовых российских фильмов и пожалуй самый знаменитый фильм с участием сергея бодрова младшего невероятно талантливого и прекрасного артиста а в чем сила брат а вот в чем в деньгах вся сила брат деньги правят миром и тот сильнее у кого их больше ну хорошо вот много у тебя денег и чё ты сделаешь куплю всех и меня 2012 совсем редко российское кино радует своих зрителей такой работой чтобы пересматривать и пересматривать и о того цене то что уже появилось например легенда номер 17 данилой козловским в роли выдающегося спортсмена ссср валерия харламова человеку всегда кажется что в его силах намного меньше чем он может на самом деле